Поговорили о детях, о внуках, о Новом Годе и, конечно, о делах городских. Найль Магдеев ответил на вопросы журналистов на большой итоговой пресс-конференции. В этом году для ее проведения было выбрано необычное место – библиотека новой, построенной в этом году 41-й школы. Беседа с журналистами продлилась два с половиной часа. И мы готовы рассказать о самой значимой информации, которая прозвучала из уст городоначальника. 2017-й во всех отношениях был неплохим, начал свое выступление мэр. Построена школа, капитально отремонтированный Московский проспект и другие дороги. Открыты ресурсные и многофункциональные центры, построены дома по соципотеке, благоустроенный Шишкинский бульвар, сквер Тинчурина, набережная Тукая, начата реконструкция площади Азатлык. На реализацию этих проектов привлечено 8 миллиардов рублей. Это как второй бюджет города, заявил мэр. Развиваются и проекты Патасер. Уже работают 17 резидентов, которые готовы открывать новые производства и дальше. Например, для компании «Хайр» выделено еще 124 гектара земли. И на этой площадке в 2019 году появится завод по производству стиральных машин, затем появится завод по производству телевизоров, затем в планах завод по производству сложной бытовой техники. И на этих 124 гектаров будет создано 5000 новых рабочих мест. В общей сложности, благодаря резидентам, бюджет привлечено более 13 миллионов рублей и создано 2000 рабочих мест. Это позволило достигнуть самого низкого за последние 17 лет уровня безработицы. У нас другая проблема возникнет. У нас проблема дефицита кадров возникнет. Работы будет много. Если экономика будет развиваться, улучшится социальная и культурная сфера, отметил Найль Магдеев. Так, на будущий год планируется благоустройство бульвара Ленинцев, вторая очередь работ на площади Азатлык и реконструкция парка у бывшего развлекательного комплекса Колизей. К слову, это здание, отданное под ТАД «Драмтеатр», месяц назад стало муниципальной собственностью. И вопрос о переезде актеров сдвинулся с мертвой точки. Город берет на себя приобретение этого здания. Это проблемы и задача городской власти, мэра города. Мы эту задачу решили. И второе, была договоренность, что все вопросы, связанные с финансированием реконструкции капитального ремонта, на себя берет республиканская власть. На это необходимо около 600 миллионов. Есть шанс, что в 2018-м театр наконец сможет заехать в новое здание, оставив свою нынешнюю театру кукол. Прокомментировал мэр и нашумевшую ситуацию со спорными земельными участками. Так, исполком у компании Алексея Миронова возвращено 53 гектара земли. Никакой кулуарной раздачи земли в городе нет и не будет, подчеркнул Найль Магдеев. Сам факт возврата – это факт признания вины. Давайте уж так, мы же все взрослые люди. Поэтому мы приветствуем, что добровольно это дело вернули городу. Город никаких претензий к компаниям Миронова и господину Миронову лично не имеет. В завершении главу города спросили о том, как и с кем он будет отмечать Новый год. Безусловно, с семьей заметил Найль Магдеев. Но перед этим он поздравит челнинцев на главной площади города вместе со своим 12-летним внуком Амиром. Я трижды дед, у меня два внука и внучка. Но я думаю, на этом еще не остановится. Такие поручения даны. Поэтому думаю, в этом счастье, чтобы иметь внуков, детей, все живы-здоровы. В новом 2018 году нужно продолжать развитие тассеры малого бизнеса, считает Найль Магдеев. Есть и другие задачи. Строительство ясли, создание киноконцертного зала, цирка, поиск генерального спонсора для хоккейного клуба Челны. В графе «сделать» пунктов у градоначальника немало. Ландышка Пранова, Дмитрий Кравченко, Челны, 24.